Джейн добре, мои поехавшие и абсолютно деграднувшие подписчики! С вами я, ваш картавый ретард, сэр Маркиз Дегенерат. Сегодня мы с вами сдуем пыль с давно забытой классики, в которой вы можете превратиться в подземного поехавшего масона-капиталиста, который помимо ехидного флекса над превосходящими светлыми силами, также ловит рофлы над своими подчиненными. И конечно же речь пойдет про Dungeon Keeper 2, которая вышла в 1999 году, спустя два года после первой части. Авторами были все те же Bullfrog Studios, но уже без нашего любимого Питера ЛОЛ, ДЕРЕВЬЯ БУТ РАСТИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИЕ! Мулинье, смогли ли разрабы достичь того же самого уровня и не уступить предыдущей части? Это нам с вами и предстоит узнать. Вторая часть уже полноценно работала на Windows XP, которую в отличии от DOS делали люди. Сюжетная завязка проста, как сюжет MGS-V. Наши дьявольские миротворцы решают, что жить под землей и себя не уважать. Но на поверхность просто так не выберешься. Колдуны армии света создали портальные брюлики, без которых пути наружу нет. Так что наша задача ясна. Найти все камешки и свалить. Кстати, посмотрите на нынешнюю карту компании. Стильно. Модно. 3D-шно. К слову, в начале каждого уровня нам теперь дают хоть какую-то порцию лора и сюжета. Допустим, тут нам говорят, в этих землях ходит-бродит лорд Гондониус, и он негодяй, а не мушник. А еще в его мозолистых ладошках находится нужный нам портальный алмазик. Так что накопи силы и кокни его. Как и в предыдущей части, у нас есть сердце подземелья, которое является главным мотором нашего капиталистического царства. Если сердце кокнут враги, то наше государство превратится в Сербию. Сейчас нам надо построить спальню, курятник с петушками и дождаться, когда к нам пожалует первый житель. В данном случае это месье Гоблин. Я вас категорически приветствую. Гоблины трусливые сычи, но будучи в группе таких же любителей несуществующих дам, и не только дам, они с легкостью рубят вражеских супостатов в лице тех же самых гномов и лорда Гондониуса. Вот и всё. Ваше обучение пройдено, и далее вас отпускает в прекрасное турне по разнообразным уровням, которые наполнены испытаниями, подземным флексом и хихишными ситуациями. Например, в данной игре, помимо стандартных варлоков и троллей, есть совершенно новые виды жителей. Тёмные эльфийки, которые по внешнему виду похожи на раковых больных на Сверату. Но не будьте обмануты их чахоточным внешним видом. Если использовать на более-менее прокачанную эльфийку спелл вселения, то можно проводить неплохие стелс-миссии, вынося в Солянова всё живое. Хотя в умелых геймерских руках кто угодно может стать машиной для убийства, и что, сука, самое смешное, разработчики это знают. Однажды вам попадётся уровень, который сделан каким-то поехавшим садистом-социопатом. Пещеры этого уровня являются руинами после предыдущего хранителя, которого отпиздили чёртовы гиганты. И наша задача это захватить данные территории, предварительно убив гигантов, имея на руках лишь импов и сраных гоблинов первого уровня. Кто-то скажет, что это гейм-дизайнерский бред сумасшедшего, но ученики Питера Мулинье лишь ехидно прошепчут. О, нет-нет, это не бред, это челлендж. Поэтому мы бьём гиганта импом недалеко от нашего сердца, так как это помогает импу быстро регениться и не умирать, а затем добиваем дылду нашим гоблинам. И знаете что? Это было прекрасно. Так же прекрасно, как наблюдение за нашей системой защиты, не дающей вору пробраться в наш капиталистический рай. А ещё я рад, что разработчики решили, помимо лысых тянок, дать в наши руки ещё и БДСМ-дам. Они всё так же могут и будут пытать врагов, ваших подчинённых и друг друга. Покаясье вы грехи! Хотя никто не мешает вам вселиться в одну из них и лично провести сеанс трули гестапо-экспириенса. На тебе, жулик! Будешь знать, как на своё имя оформлять торговый знак из цепи. Враги, которые пережили все эти пытки, перейдут на вашу сторону и будут работать на вас 24 на 7. Тот же самый стражник будет вести дозор в сторожке, получать зарплату и давать в пизда к своим светлым собратьям. Кто-то назовёт это предательством, а я назову это гибкой адаптацией. Тем более, есть ещё один аргумент, который делает наше царство более привлекательным. Казиноч! Would you like to stand on it? Да, блять! Рано или поздно вы сможете строить на своих территориях казино, в которые ваши подданные будут просаживать свои деньги, либо наоборот выигрывать и становиться счастливее. Опять же, всё зависит от вашего тайного масонского решения. Так же казино мгновенно призовёт пожилого афериста, чья слабость — это деньги и поджопники от стражников. Был пацан, и нет пацана! Но как бы это ни было странно, во время записей и футажей основными посетителями казино были огненные саламандры, которые гоняли в покерок, рулетку и бухали до свинского состояния. Думаю, многие зрители данного ролика хотели бы хоть раз побыть саламандрой. Ещё в наш казиноч заскочил гоблин Гриша, который подумал, что сегодня он сорвёт большой куш, но, к сожалению, иллюминаты так не думают. Но дабы он особо не огорчался, я закинул его в пыточную, чтобы дамы сняли с него напряжение. И я, конечно, не знаю, что там произошло, но после ночи, проведённой с нашими красавицами, он со скоростью света покинул подземелье, трясясь и бурчая себе под нос. Есть пробитие! Правда, очень даже зря, ведь спустя пять минут после его ухода, одна из огненных саламандр сорвала большой куш, из-за чего все посетители нашего казиноча устроили флекс под диско Инферно. И как после такого можно оставаться на стороне сил света? Но ничего, добрячки, скоро вы все будете флексить под диско Инферно. О, смотрите, а вот и женская версия маргинала прибыла в наше подземелье. К слову, многие геймплейные моменты, которые я сейчас вам показывал, были записаны во время игры в особый режим под названием My Pet Dungeon. Тут вам не надо выполнять какие-либо задания или проходить испытания. Вы можете расслабиться и просто строить свое личное королевство. Также, если вам захочется, можете время от времени брать представителей света в ладошки и кидать на растерзание Дементором. Ну, чтоб не расслаблялись. Этот режим очень полезен в тех моментах, когда вам просто хочется почилить. Но не стоит совсем уж забивать болт на компанию, хорошо? В конце концов, вам между миссиями будут включать вот такие милые синематики, которые показывают подземную рутину во всей ее красе. Допустим, сейчас вы можете увидеть катсцену под названием Желочный жиробубей понтуется перед подписчиками. Кстати, наверное, стоит упомянуть про нашу суперзвезду Рогатого Жнеца. И если в первой части он был голодным, озлобленным коммунистом, то тут, к моему огромному сожалению, он из машины убийцы превратился в бесполезного Коколда, чья основная работа быть маскотом серии. Рогатый больше не является полноценным жителем. Мы можем его призывать во время некоторых заданий, если нам, конечно, позволят, чтобы он ходил и пытался кого-нибудь нежно уеб... Если вас вдруг задолбает смотреть на этого жалкого сисибоя, то одного шлепка по жопе хватает, чтобы он обиделся, и ушел в свою сочевальню, досматривая дневник будущего. Но опять же, не беспокойтесь, ведь во всем остальном игра хороша и предоставляет вам все инструменты для бытия чистокровным каменщиком и триггером комнатных конспирологов, которым никто не поверит. Вас ожидает множество лордов, которые только и ждут, чтобы вы пришли и сломали им лицо. Допустим, засевший за укреплениями лорд Ливствениус уж точно не ожидает, что вы анально оккупируете одного из его работяг и с его помощью в одно рыло снесете все пушки с баррикадами, а затем подкинете к нему на порог толпу зловещих опездолов, которые аннексируют его жилище под каким-то сомнительным историческим предлогом. И пока все будут заняты осуждениями и спорами, вы будете чилить, посматривая видосики на канале Бебея, ведь под вашим руководством этот жирафуфел не найдет ни минуты покоя и отдыха. А еще не забывайте, что вы можете построить арену и заставлять ребят драться на ножах, чтобы рассеять вашу грусть. Да что уж там, заставьте дам выбивать из друг друга дерьмо, просто потому, что вам так захотелось. Или вообще можете устроить батл рояль между вашими жителями для увеселения ваших жителей. А затем соберите всех зрителей и бросьте в жертву темным богам, чтобы боги порофлили с того, какой вы еб... Но если вам и этого мало, то постройте полосу препятствий из ловушек и смотрите на то, как рыцарь проводит время в тщетных попытках выжить, которые не увенчаются успехом. А под конец рабочего дня не забудьте посмотреть на пытки феи и словить эстетическое удовольствие. Ах, как же прекрасно быть хозяином своей собственной подземной империи. Это был Dungeon Keeper 2, мои дорогие друзья. Конечно, многие фанаты в свое время были недовольны этой игрой по ряду причин. Но я смею заявить, что данная часть не хуже первой. Просто осознавайте, что если бы Electronic Arts не вели себя с разработчиками как с рабами и не вынудили бы Мулинье уволиться, то игра была бы еще лучше. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы подобные ролики выходили дальше и как можно чаще, то вам придется вашему верному жрабубелю отдать дань в виде пальца в сторону солнца и комментария, что он хороший и совсем не натурал. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова